В сегодняшнее непростое время хотелось бы особенно обратить ваше внимание на веру, веру в Бога, веру в Бога истинного. Есть люди, которые говорят, а я и так верю, верю в душе. С одним человеком недавно я разговаривал, он говорит, у меня такая вера, но в церковь я не хожу, не исповедуется, не причащается, но в Бога верит. Нет, я задаю такому человеку вопрос, скажите, пожалуйста, а можно верить в правила дорожного движения в душе, как это, ну так ехать, как хочешь, а правила не соблюдать, красный, зеленый, желтый свет, не следовать, сплошная или две сплошных, ну нет, конечно. А можно получать зарплату в душе? Улыбается. Все нужно делать реально. Есть правила безопасности, правила сохранения жизни. Вот поэтому есть такие понятия, как заповеди Божьи. И есть вера в Бога, которую не просто надо иметь в душе, нужно ее исполнять. Священномученик Иларион Троицкий говорил, вера в жизни христианина не может занимать какой-то уголок. Вера должна в жизни христианина занимать всю его жизнь. Вот поэтому мне хотелось бы напомнить вам слова святого апостола, который сказал, «А наипаче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». А смотрите, сколько вокруг искушений, соблазнов, сколько вокруг греха. И именно щит веры поможет нам с вами устоять и отразить эти искушения и соблазны. А без веры люди этим соблазном подчиняясь становятся их рабами и раболепствуют страстям и погибают в пьянстве, в разврате, в насилии, в чувственных удовольствиях и наслаждениях. И только те, которые укрепляются в вере, удерживаются от греха, сохраняют верность в своей семье, сохраняют мудрость, если это отец в управлении своим семейством, если это супруга, она по Евангелию слушает мужа своего, а не начинает искать какие-то другие, более удобные, более комфортные условия. Дети в такой семье, воспитываясь в вере в Бога, начинают послушаться родителям, потому что Бог дал заповедь слушать родителей, а родители, в свою очередь, слушают своих родителей, и таким образом отсекаются все стрелы соблазнов и лукавства. Семья укрепляется, дети растут в любви и согласии. Вот почему пример Петра и Февронии, любви до гроба, еще раз показывает, что такая любовь возможна. Верность, любовь и надежда на помощь друг другу, на взаимопонимание, на прощение друг друга, на нехранение обид, на то, чтобы помолиться, если вдруг кто-то оступится, помочь, а не отвернуться, оскорбить или расстаться. Вот как живет верующий человек и на производстве, и на улице, среди друзей, среди своих знакомых, родственников. Он всюду православный христианин. Вот тот щит веры, которым вы сможете отразить все раскаленные стрелы страстей, пороков и грехов современного мира. И шлем спасения возьмите, говорит апостол. Что это за шлем? Разве сегодня нам нужно одеть шлем? Что такое шлем? Это специальное такое облачение воина, которое помогает сохранить ему голову от повреждения. Шлем спасения сегодня нужен каждому из нас. Потому что враг, дьявол, бьет человека в голову. В самое важное место, в голову. Он такие мысли посевает человеку, поэтому нужна непрестанная молитва. Только какой-то соблазн пришел, нужно призвать имя Господа. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сознание свое, ум свой берегите. Надо стать на страже нашего ума. Потому что наши мысли, наши скакуны, они уносят. Стоишь в храме, а там куда-то полетел, думаешь, возвращаешься обратно. Стой, я же в храме, молюсь. Стоишь на вечерней или утренней домашней молитве. Не забываешь вообще, кому молишься. Кому молитву читаешь. Опять мысли все время нас куда-то уводят. И поэтому молитва Иисусова возвращает нас к себе. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот он наш шлем, наше ограждение, ума нашего от этих пагубных, злотворных мыслей, от врага всеваемых, от этих прилогов вражьих. Потому что враг действует на мысли человека. Он подумал и думает, а то там мне захотелось. А вот рассудительность – это одна из добродетелей христианской веры. А ты спроси, от кого эта мысль? От Бога или от лукавого? Помочь родным, близким, старушке, многодетной рядом семье. Воинам нашим помочь? Это от Бога. А допустим, пойти что-то для себя особенно. Где-то особенно насладиться так, чтобы забыть о Боге, о Его заповеди. А вот это себе позвольте. Откуда эта мысль к себе пришла? Вот эта рассудительность. Возьми чужое. Сделай тому злое. Откуда это у меня, друг? Вместо того, чтобы простить, лукавый всевает в наш ум, отомстить, не простить, сделать зло в ответ. А Господь говорит, не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. Вот потому, дорогие, особенно сейчас мы должны одеть этот шлем спасения, особенно от интернет влияния на нас, от влияния социальных сетей, от того, что мы читаем. Иной раз прочитаешь столько и столько войдет в твой ум, что уже и помолиться не находишь в себе сил. Вот поэтому, дорогие, так важно оградить себя и своих детей этим шлемом спасения. Многие сегодня родители дали детям смартфон. Мудрые наставники советуют, вообще до 16 лет ребенку смартфон не давать. Если тебе он нужен, дай ему кнопочный. Алло, мама, я пришел. Мама, я дома. Все. Шлем спасения возьмите. И меч духовный. Евангелие, Слово Божие, которое поможет сражаться со всеми помыслами, грехами и пороками нашего времени. И если мы не только сами возьмем, и детей вооружим этим мечом веры, вот тогда и они смогут оказаться победителями на этом поле духовного сражения. За что? За спасение собственной души. Старец Порфирий советовал, если у кого есть проблемы, особенно с детьми или среди родственников, читать 40 дней Евангелия. Вот этот совет дам я сегодня и вам. Если у кого проблемы с детьми, не получается, с родными, близкими, открывайте Евангелие. И по одной главе читайте 40 дней. Перед началом, так и говорите, Господи, словами Твоими, чистыми, светлыми, попали грехи всех тех, о ком я сегодня читаю Евангелие. И за кого читаю, потому что сами они не читают. И называйте имя Петра, там, отрока такого-то, такую-то и такую-то. Не читаем Евангелие, поэтому живем, как хотим, по своим мыслям, по своим вожделениям, осуждаем, потому что это же не так, как я сказал. Ты поступи, как в Евангелии сказано. Тогда и простишь, и еще и поможешь, и забудешь, еще и милостыню окажешь тому человеку. А пока не читаем, поступаем по своей воле. А своя воля, это всегда воля бесовская. Это называется своеволе. Почему в монастырях говорят уклоняться от своей воли? И все, что не по своей воле, вот это благодатно. Поэтому всегда в семье жена может спросить, муж, как ты думаешь, как лучше? И муж всегда спросит, а как ты думаешь, дорогая, вот это вот как, вот здесь и здесь. Все хорошо, что не по своей воле. Поэтому, дорогие братья и сестры, итак, возьмем с вами щит веры, о котором возможен угасить все раскаленные стрелы сегодняшних лукавых грехов и соблазнов. Возьмем шлем спасения, оградим свой ум от ненужной, неполезной информации, особенно от интернет-информации. Этим можно пользоваться, но если ты работаешь, ты делаешь это, то трудись, делай. Сегодня это средство уже нашего, скажем, такого технического применения к нашей производственной деятельности. Но если тебе это не нужно, зачем ты столько времени проводишь в этой пустоте, которую завтра ты уже забудешь, а сегодня возбудишь свою душу? Одень шлем спасения и возьми лучше, почитай Евангелие. За своих родных, за близких. Сколько из наших родных Евангелие в руках не держали и не читают, а будешь за Него читать? По твоим молитвам и по твоему усердию Господь просветит и тех, кто сегодня еще не знает Господа. Попробуйте. Но это нужно в течение сорока дней. Так советовали отцы. И сам Евангелие прочитаешь, и другим поможешь. Чем? Все попаляющим грехи и соблазны словом евангельским. Я всех вас еще раз поздравляю с началом учебного года, с попразднством Успения Пресвятой Богородицы. Желаю родителям жене слушать мужу, а мужу слушать Христа. Потому что глава жене муж, а глава мужу Христос. Детям я хочу посоветовать обязательно слушать своих родителей и молиться за них. Чти Отца твоего и мать твою. Да благо тебе будет и долголетен будешь на земле. С праздником, дорогие! Мир всем вам, Божье благословение! Аминь!